Дмитрий, расскажи, почему ты оказался на Кипре? Где-то дней на 10 я приехал, для того, чтобы позаниматься личной стратегией, целями, планами и так далее. Вот я для таких вещей стараюсь уматывать куда-нибудь, где тихо, хорошо и поменьше народу. Слушай, а расскажи тогда, что это такое стратегическое планирование? Ну, у меня есть несколько областей, которые я прорабатываю. То есть, во-первых, я подвожу итоги за прошлый период по деньгам, по времени, по удовлетворенности от жизни. В общем, все, что я хочу подвести как итог некий прошлого периода, я фиксирую для себя, чтобы в каждый следующий раз видеть, какая динамика, какие тенденции. Это огромное количество инсайтов дает, ну, понимаешь, что происходит в твоей жизни. И я делаю планы и стратегию на следующий период. То есть, я пересматриваю стратегию жизни в целом, стратегию бизнеса в целом, стратегию отдельных проектов. Ну, и, соответственно, планы, которые с этим связаны. Вот примерно так. Супер. Слушай, а есть у тебя какая-то пошаговая формула или что-то такое? Как это можно сделать человеку, который никогда этого не делал? Если человек вообще никогда ничего не делал до этого в планировании стратегии, с чего можно начать? Первое, допустим, у вас там закончился год, полгода, квартал, вы хотите какие-то итоги подвести. Сядьте, возьмите ключевые области жизни, что для вас важно. Деньги, благосостояние, отношения, там, самореализация, творчество, что угодно. Вот ключевые области, которые у вас есть. Я беру эти области и прописываю, ну, вот, свои впечатления по ним, да, свои итоги. Что по ним было хорошо, что нет. Какие-то конкретные твои результаты или какие-то, не знаю, ощущения? Результаты, впечатления, выводы, все, что приходит в голову. Все, что приходит в голову. И, соответственно, когда я прописал итоги предыдущего периода, я дальше смотрю на них. И уже отталкиваясь от них, намного проще ставить цели дальше. Я понимаю, что мне нужно дальше. Ты их как-то оцениваешь или ты... Что ты с ними делаешь? Оцениваешь, да? Я оцениваю для себя свою собственную удовлетворенность вот этой сферой жизни, да, этим направлениям. Это дает мне четкое понимание, что с этим делать дальше. То есть, если у меня здесь неудовлетворенность, значит, что там неправильно? Что нужно еще там сделать, поменять и так далее? А как твоя жизнь улучшилась вот после того, как ты начал это делать? То есть, какие изменения в жизни произошли? Для меня это, ну, не то, что какой-то вот момент, вся моя сознательная... Ну, не в смысле с младенчества, да, но вот сознательное время, когда я, там, начал заниматься развитием себя и построением своей жизни в целом, я делал это с самого начала. Поэтому у меня это, в принципе, ну, как бы красная линия. То есть, я раз в какое-то время делаю отсечки, смотрю. Знаешь, очень интересно. Вот смотришь, что ты писал, там, скажем, год назад, и оно выглядит как вот письмо из детского сада. Ну, потому что цели были маленькие по сравнению с тем, что сейчас, результаты были маленькие. Ты смотришь и понимаешь разницу сразу. То есть, это дает колоссальное, ну, четкое видение, что реально меняется в жизни и как правильно спланировать дальше. Это дает адекватность, потому что люди, наверное, часто ставят неадекватные цели для себя. Они, там, зарабатывают, там, тысячу баксов в месяц, ходят на работу и говорят, вот я через год, у меня будет бизнес, 20 тысяч долларов в месяц. Естественно, ничего этого не происходит. Они остаются там же, где были, потому что цели неадекватные для одного года. Когда постоянно делаешь вот эти подведения итогов, то получается очень адекватное планирование без вот этих вот каких-то планок нереальных. И это сильно упрощает достижение каждой следующей цели, каждого следующего этапа. А есть ли какая-то у тебя такая вот рутина или как бы, ну, правила, порядок, не знаю, которые ты вот каждый день используешь для того, чтобы вот этих целей, свои стратегии, то есть получить результат, короче говоря. Конечно, самое базовое, ну, вот, если вы берете какую-то область жизни и хотите вне каких-то результатов, необходимо начать фиксировать свои изменения или результаты этой области. Самый простой вариант, например, деньги, да, это то, что у большинства людей первое больное место практически у всех. Да, да, облазначение. Да, причем неважно, да, какая у вас боль, что вы зарабатываете тысячу баксов, ходите на работу или что вы зарабатываете всего лишь 20 тысяч долларов и никак не можете выпрыгнуть на 40 в месяц, и вам вот больно от этого, просто непосильно, неважно, да. Суть в том, что мы начинаем фиксировать результаты. То есть я фиксирую доходы ежемесячно и я фиксирую все свои расходы. То есть у меня существует личная система финансового учета, в которой полностью зафиксированы все мои доходы и траты. И я потом вижу четкую статистику, я знаю, сколько я потратил на кафе и рестораны, там, скажем, в мае 2009 года. То есть все это у меня есть уже много лет. То же самое я делаю со временем. Уже больше года я веду круглосуточный учет времени. Сколько спишь там, сколько едешь, абсолютно все. Я знаю абсолютно четко, в каком месяце, чем я, сколько занимался, сколько я гулял и так далее. А как ты это делаешь? То есть ты вот как-то это конкретно записываешь? У тебя что есть? Все очень просто. Я использую банальный Google Docs в айфоне. У меня есть специальная табличка, в которую я в любой момент в айфон записал, что я там последние 15 минут я с Ириной записывал контент. И дальше система автоматически это подхватывает. И я уже вижу итоговый отчет автоматически. Мне для этого ничего не нужно делать. Скажи мне, вот тогда вопрос по поводу времени. Сколько времени на самом деле ты тратишь на, как сказать, эффективное что-то в жизни? И сколько времени уходит как бы все равно никуда по сравнению с тем, что было, допустим, раньше, когда ты этот учет особо не видел? Я не смотри. Вот тут очень-очень хитрый момент. Очень многие люди стремятся как можно больше времени, чтобы у них было эффективного. Как можно больше работать. У меня нет такой цели. Причем опять, вот смотри, большинство людей хочет либо больше работать, это кто еще, ну как бы более эффективно жить, ходят вот по тренингам, там, да, вот как стать эффективным. И вот они вкалывают потом, да, стремятся вкалывать еще больше. Это один путь. Я его пробовал, мне не понравился. Другой путь, это люди говорят себе, я хочу меньше работать и больше зарабатывать. Ну, это традиционная концепция, там, описанная... Четырехчасовой рабочий день, да? Да, да, рабочая неделя, там, двухчасовой рабочий месяц и так далее. Не важно. Вот что бы вы там себе не раскаливали. Так или иначе, оно у людей тоже не срабатывает по той простой причине, что люди не знают, сколько они работают сейчас. Ну, если я имею в виду, если селф-эмплои, там, фриланс, вот бизнес, что-то такое, да? Обычно происходит так, что они работают постоянно практически. Да, да. То есть, раньше ходил на работу, работал 8 часов, теперь у тебя свой бизнес, ты работаешь 14 часов. То есть, обычно так. В этом смысле я тоже начал все считать. Допустим, для меня норма сейчас это 1700 рабочих часов в год. Это годовая норма, это примерно 140 часов в месяц. 140 в месяц? Да. А сколько обычно? Нормальный человек, который ходит на работу, тратит на заработные денег 242 часа в месяц. То есть, да. Да, это уже 100 часов своих, как вы говорите, для того, чего хочется. Классно. Примерно 2700 часов у меня уходит в год на это развлечение, отдых, общение, приятное времяпрепровождение. А можешь в процентах немножко сказать или нет? Сколько это, допустим, отдых, развлечение? Ну, смотри, 1700 часов работа, 2700 часов отдых, развлечение. Ну, да, то есть, можно прикинуть, это гораздо больше. Да, это существенно больше. Потому что, ну, не в два раза, но там в полтора, грубо говоря, где-то так. Да. Существенная разница. Я вообще считаю, что человеку для эффективной и гармоничной жизни нужно большой объем всего того, что не связано с делом, даже если оно тебе нравится. Мне нравится то, что я делаю, и то, чем я зарабатываю деньги, но у меня есть много еще всего того, что я считаю важным. Кстати говоря, я заметила тоже такую вещь, даже элементарно. По утрам идешь, делаешь пробежку, допустим, и какие-то мысли приходят, вот как раз такие озарения, когда ты не занимаешься делом. Да, когда не занимаешься делом. В душе, в самый неподходящий момент. Здесь, кстати, особенно хорошо вот сейчас на Кипре утром, ну, светло уже, хорошо солнышко светит, я последний день в 6 утра встаю, делаю зарядочку, в 7 часов завтрак. Прям вот, мне очень нравится. А, мы, кстати, по-моему, с этого и начали, да, как мы тут встретились на Кипре. Да. Да, что я приехал на Кипр на стратегическое путешествие, а Арина тут живет. И мы как раз собирались при этом по скайпу пообщаться, а оказалось, что оказались, ну, вот... Почти рядом. Географически, да, в одном практическом месте, и в итоге встретились в Лимассоле попить кофе, пообщаться, записать видео. Да. Кстати говоря, немножко расскажи о себе, чем ты занимаешься, потому что я представила тебя так, просто Дмитрий Богданов, о чем ты занимаешься, расскажи немножко. Ну, в двух словах, я последние несколько лет разрабатываю системы решения разных сельских проблем, методики. То есть, когда-то я начинал просто как тренер, как ведущий, ну, как все нормальные ведущие, я просто узнавал что-то и пересказывал это другим людям, да. Потом я перешел именно к созданию новых методик, к созданию авторских методик, которых пока еще больше нигде нету. То есть, я вижу какой-то пробел, вот какие-то проблемы, которые не решаются сейчас у людей, или существующие техники, методы, ну, не совсем их решают так, как хотелось бы. И вот тогда уже включаюсь я и создаю новые методы. Вот последние наши годы, это основной фронт работы, это система Матрица, если брать именно область налаживания жизни, не бизнес, а жизнь в целом. То есть, деньги, бизнес, секс, отношения, саморазвитие. Мы с моим коллегой Андреем Крюхиным создали систему Матрица, которая прорабатывает все эти области. И вот это именно основной фронт работ меня как автора последние годы, да. Ну и второе, основная такая ипостась, это бизнес. Это, собственно, бизнес, который занимается организацией продажей вот этих всех продуктов, обучения, консалтинга и так далее. И моих тренингов, и продуктов других авторов, ну, в меньшей степени, но тоже мы это уже сейчас делаем, продюсирование. Кстати говоря, я заметила, что многие люди, которые вот занимаются тем же самым кочи, тренера, они не понимают такой вещи, что необходимо знать бизнес, понимать бизнес, уметь строить бизнес, только тогда можно создать какую-то систему, которая принесет. Да, они не понимают, что это две разные вещи. Да, это две абсолютно разные вещи. Им кажется, что я тоже такой был, я прекрасно их понимаю. Я помню, вот мы когда начинали только, мы с коллегами были такие молодые, хорошие, качественные тренеры, мы хорошо обучились, все, у нас все здорово получалось. Нам казалось, все, ну, мы же классные тренеры, у нас сейчас будет куча клиентов. Ага, вот, иллюзии быстро разбиваются об действительность, об реальность, как волны, вот, о камне прибоя. Это абсолютно четко. Это две разные вещи. В 2009 году, вот, кстати, как раз одно из направлений, которое мы запустили, это из субпсихологического бизнеса, он тогда еще не так назывался. То есть я начал тогда обучать тренеров, психологов, вот, как раз техникам продвижения. Сейчас, допустим, я уже, ну, у меня есть определенная, там, линейка продуктов на эту тему, я стал углубляться в более узкий вопрос. Вот сейчас такой, вот в этом бизнесе проблема такая накопилась, что люди пытаются уходить в узкие ниши, в конкретные темы какие-то. И многим авторам тесно. Они говорят, ну, я не могу вот только об этом рассказывать, я же широкий человек, у меня много всего в душе. Вот, и у меня была такая задача несколько лет назад разработать модель маркетинга, которая позволяла бы сразу много тем. Ну, вот, по факту, как сейчас мы матрицу продвигаем, систему, у нас и деньги, и бизнес, и секс, и отношения, там, все подряд. Причем именно широкими мазками, а не что-то вот там, узкая сфера в бизнесе, например. Именно вот мы продвигаемся в широких темах успешно, то есть модель, которую мы выработали, тоже хорошо работает. Вот, без четкого узкого нишивания, тоже достаточно интересно. Вот, ну, это вот примерно, чем я занимаюсь в последние годы. Супер, спасибо. Слушай, ну, мы перескочили немножко посередине, но мы говорили с тобой о времени. О том, что не столько важно быть эффективным, а сколько важно вот это вот все-таки получать время, я так понимаю, вот для обдумывания своей жизни, для осознанной жизни, да? Смотря что мы назовем эффективностью, то есть это для каждого человека разное. Тоже, да. То есть кому-то эффективно вкалывать много и дисциплинированно по графику, например. То есть есть тип людей, которым это нужно. Они знают, что вот, что бы ни случилось там, хоть там, не знаю, астероиды с неба падают, как у нас сейчас в Челябинске что-то там упало в России. Он знает, что в 8 часов у него завтрак, а в 9 часов он садится за стол и начинает работать. И работает до 18.00. Вот. И он будет суперэффективен. Ну, мне такой, допустим, режим точно не подходит. То есть я быстро выдохнусь, мне нужна гибкость. Смотря как мы определим эффективность, смотря какие цели. Но у меня нет цели больше работать. Хотя у меня нету и цели работать принципиально меньше. У меня нет задачи не работать, как это многие формулируют для себя. Я просто признался себе, что мне нравится работать, когда я делаю то, что мне хочется. И поэтому не стоит задача работать мало, стоит задача работать эффективно. Чтобы то время, которое работе я уделяю, генерировало много денег для меня и много результатов для моих клиентов. Много пользы через тот бизнес, который я делаю. А работать там один час в год, я не знаю, там, да, ну, нет такой задачи. Скажи, а вот если вот говорить о вот этой системе учета времени, то есть есть ли какие-то у тебя советы или что? Как люди могут сделать вот это время более продуктивным для себя, что ли? Как выйти вот на такой процент, когда ты работаешь там только тысячи часов, и две тысячи у тебя есть возможность отдыхать и наслаждаться жизнью? Смотря какой этап. Опять, вот почему не работают большое количество советов по тайм-менеджменту и так далее? Мне почему не хочется давать тысячи первый совет такой же? Потому что люди находятся на разном этапе. Если человек работает по найму, у него один тайм-менеджмент. Если он собирается уйти с найма во фриланс, там не стоит задача работать меньше. Там стоит задача научиться зарабатывать деньги. Сколько займет это времени, хоть 500 часов в день, я не знаю, не важно. Вот когда у тебя уже получилось, когда ты зарабатываешь уже деньги во фрилансе, в бизнесе, да, есть что оптимизировать. Потому что многие люди пытаются сделать 4-часовую рабочую неделю, пока у них еще нету, нечего сжимать, то есть нечего оптимизировать. Нету еще бизнес-процесса, который бы генерил деньги за такое-то время, которые можно было бы оптимизировать. Поэтому я рекомендую даже не столько там что-то там сжать или оптимизировать, сколько понять четко для себя, на каком этапе вы сейчас находитесь. И, соответственно, что вам сейчас нужно? Вам сейчас нужно научиться деньги зарабатывать или вы уже это умеете и вам нужно сократить время или увеличить доход? Ну, вот это главное. То есть когда есть четкое понимание, в какой точке ты сейчас и что тебе сейчас нужно, инструменты под это подобрать уже легко. Конкретные инструменты, тайм-менеджменты, самоорганизации. А еще такой вопрос, слушай, на засыпку. А что можно сказать тем людям, которые все время говорят, у меня нет времени? Это очень классическая такая отговорка, да, у меня нет времени. Ну, а надо ли им что-то говорить? У них нет времени. Послушать даже. А они, ну, собственно, с людьми, у которых никогда нет времени, ну, если человек говорит, что у него нет времени, у него его и не будет, откуда оно появится. Надо начать для себя выхватывать время, неважно, что там. А вот, да, вот, допустим, для детей, у которых действительно очень напряженный график, как им научиться выхватывать? То есть, где вот эти ресурсы времени, поскольку ты, естественно, свою жизнь вот эту записал, весь этот тайм, да, то наверняка ты знаешь, где большинство людей, в том числе и ты, это время теряет. На самом деле, вот смотри, знаешь, очень многие люди думают, что у них, как это там правильно называется, хронофагии, есть какие-то вот пожиратели времени, там, что нужно меньше сидеть в социальных сетях, там, в интернете серфт. И это все, конечно, так. Но, в принципе, если человек занимается интересным делом, он не будет сидеть в социальных сетях, вот, бестолково. Может, у него там бизнес, там, это другой вопрос, да. Если человек занимается интересным делом, он не будет сидеть перед телевизором. То есть, это не решит проблему вообще. Первое, что я бы порекомендовал людям, у которых проблемы со временем, это научиться говорить «нет». Потому что проблема со временем, как правило, означает, что человек не может от чего-то отказаться, причем часто, что там, кто-то его вот растаскивает, там, «мне нужно это от тебя, мне нужно это». Если человек не научится говорить чему-то «нет», вот, что-то отодвигать, у него не будет времени. Но если он начнет хотя бы на один час в день вот всех посылать и выделять время себе один час, у него появится один час. За этот час он хотя бы сможет подумать, где ему взять еще два, три, четыре и так далее. Ну, я бы с этого начал. Спасибо огромное. Мы будем продолжать дальше пить наш кофе. И пока-пока, всего хорошего. Счастливо. Счастливо. Так же. Давай. Давай. Продолжение следует...